Всем приветик! Мы сегодня с вами будем рисовать замечательного доберманчика. Рисовать мы его будем из фотореференса, и у нас будет только портрет. Лапы и туловища мы затрагивать не будем. Для того, чтобы начать рисовать пастелькой, нам нужна с вами пастелька и бумага, на которой мы будем рисовать. У меня фабриана для мягкого материала, плотность 160 грамм. Если у вас вдруг бумага другого производителя, в этом нет никакой трагедии. Нам важно, чтобы бумага была плотная и шершавая. Пастельку я использую мелочком, не в карандаше. В чем преимущество этой пастельки? Я могу работать как широкой частью мелочка, так и ребром, и делать узкие линии. Для доберманчика нам нужна сдержанная цветовая гамма. У нас будут более светлые части и более темные, рыжая и черная шерсть. И на каждую из частей где-то по три цвета в мелочком. Перед тем, как мы будем заполнять доберманчика полностью тоном, мы должны его наметить. Он у нас будет занимать большую часть нашей картинки. Нам нужно наметить, где у нас будет основная часть головы и где будет заканчиваться мордаха. Сейчас важно учитывать все анатомические особенности. Мелочек, которым мы делаем набросок, должен быть немножечко светлее, чем наш доберман. Это для того, чтобы мел можно было легко перекрыть в случае чего. Так, мы наметили голову, мы наметили нашу мордочку. Она не касается края, как и голова. Ушки по ширине у нас будут располагаться где-то здесь и по высоте доходить практически до края нашего листика. Опять же, совсем края они не касаются. Это у нас переднее ушко, заднее будет немножечко ниже и нам его видно немножечко меньше. Тут у нас более широкая часть. И к верху ушки сужаются. Намечаем толщинку уха здесь и здесь. Немножечко добавим объема. Дальше нам нужно наметить, где будет наш нос, где у него будут усики. И вот тут вот намечаем нижнюю губу мышцы, сладкие кожи и шею. Так как он у нас смотрит в полоборота, шея будет идти вот таким вот образом. И уже дальше будет начинаться туловище. Дальше мы намечаем, где будут наши глазки. Сейчас я намечаю верхнее веко и зрачочек. Показываю, куда смотрит мой дуберманчик. Тут у меня будет бровка. Намечаю, где щечка и где светлая часть шерсти. Она будет более рыженькая. Так, она у нас еще чуть-чуть заглядывает на шейку, на мурточки и немножечко будет на ушки. Дальше нам нужно с вами убрать лишние линии ластиком. Обычный ластик для карандаша. Кахиноровский. Опять-таки, производитель нам сейчас не принципиален. Главное, чтобы это был ластик и чтобы он был мягкий. В пастельке еще очень удобно использовать клячку. Но, если у вас ее нет, то обычный ластик справляется замечательно. Я сейчас смотрю, что у меня очень высокий лоб получился. Мне вот тут надо немножечко его опустить. И немножко опустится, соответственно, мой глазик. Как раз для таких мест хорошо использовать клячку. Я могу промокнуть лишний мел. Пастелька, которую я использую, сухая и мягкая. Более подробная классификация будет в нашем курсе. Так, мы наметили нашего доберманчика. Убрали лишние линии, которые мы использовали для построения. Теперь нам нужно заполнить тоном темную шерсть. Мелочек я беру не самый темный. Это темно-коричневый, который по оттенку будет чуть-чуть светлее черного. И рисую сейчас боковой частью мела. На этом этапе хорошо видно фактуру бумаги. И я сейчас работаю в легкое касание. Я на мел сильно не давлю. И полностью он у меня поверхность не заполняет. Дальше мне нужно это все растушевать. Растушевать можно пальчиком. Это веселее всего. Главное, чтобы руки были сухие. Без воды и жирных пирожков. Растушевать можно бумажной растушевочкой для мягкого материала и для карандаша. Она немножечко иначе распределяет материал и сильнее забивает поры бумаги. Но здесь важно следить за направлением растушевки. Потому что она дает свой специфический штрих. И из подручных материалов можно растушевывать обычным ватным диском. Или салфеточкой. Минус ватного диска перед пальцем или растушевкой. Это то, что он немножечко может выгонять нашу пастель за контур рисунка. В этом плане бумажная растушевка гораздо удобнее. Убираем все лишней резиночкой. У нас есть некий средний тон. Теперь он нам дает диапазон, чтобы мы могли утемнять и высветлять некоторые фрагменты. Этот слой я накладываю все еще темно-коричневый, не черный. И добавляю тона в более темные детальки. Здесь мы не только заполняем темные части, но на этом этапе мы моделируем форму. И растушевываем. И растушевываем. Наши более темные фрагменты. Тут еще важно обращать внимание на линии, которые мы сделали в самом начале. Они у нас ответственны за внешний вид деберманчика и за его схожесть с оригиналом. И есть, да? Так, продолжаем растушевывать наши детальки. У нас еще будет несколько слоев пастельки, которые будут уплотнять тон на шерсти. И делать нашего песика настоящим красавцем. Теперь нам нужно убрать лишнюю пастель со светлых частей. И будем аккуратненько набирать участки со светлой шерстью. Сначала мы делаем средний тон, как и в темной шерсти, рыженьким мелочком средним. Потом мы будем использовать более плотный и уже в завершении более светлый. Сейчас нам нужен вот этот центральненький. Боковой частью мела, так же как и с темной шерстью, я заполняю светленькую. Немножко на ушки еще. Ну и по традиции растушевываю пальцем. Шершавость у меня еще остается и фактура бумаги у меня еще проступает. Это только первый слой. Он таким и должен быть. Теперь я могу пошлифовать то, что я уже сделала. Аккуратно перекрыть рыжий контур, который у меня до этого был. Здесь я кладу мел на бок и потом работаю ребром. Без рисунка это выглядит вот так вот. Дальше мне нужно набрать тон на носике. Мне еще нужно набрать тон на шее. И вот тут вот обозначить бровку. Так, я могу еще добавить плотности на светлой шерсти. Видите, когда я накладываю второй слой, у меня пастель уже ложится более плотно. И бумага так не просвечивается. Когда мы наложим еще парочку слоев, будет вообще песня. Так, растушевываем. На ушки я не рискую растушевывать пальцем. Просто потому, что опять придется убирать лишнюю пастель с контура. А это дополнительное телодвижение. Я пальчиком могу растушевать там, где у меня площадь пастели побольше. И вы видите, что даже при растушевке бумага уже заполняется материалом более равномерно. И светлая фактура практически не проступает. Но вот это вот ощущение тонкой шерсти остается. Если бы бумага была совсем гладенькая, глянцевая, то у нас этого эффекта не было бы. Так, дальше. Теперь мы можем сделать те части на мордашечке, которые более темные. Я беру охру поплотнее. Она у нас такого терракотового оттенка. В масляной палитре мы бы назвали ее английской красной. Так, и растушевываем. Вот у меня уже появляется переход между темными и светлыми частями на участке со светлой шерстью. Дальше мне нужно подровнять мой рисунок. Сделать четкими все нужные линии. С глянчичкой нужно быть аккуратной, потому что она может цеплять за собой пастель и развозить ее на бумаге там, где нам не нужно. Поэтому мы смотрим, чтобы у нас она была, во-первых, тонкая, во-вторых, в одном направлении и вдоль нашего рисунка, чтобы она не цепляла ту часть работы, на которой пастели больше всего. Дальше моделируем светлые части на светлой шерсти. У нас светленький появляется вот здесь. У нас светленький еще есть на щечке. В чем прелесть пастели? Это в том, что ее можно практически бесконечное количество раз наслаивать. Вот эта вот бесконечность наслаивания, она, конечно, зависит от бумаги, на которой мы работаем, от того, насколько она фактурная и насколько мягко по ней ложится материал. Но в целом прелесть пастели это в том, что она вот так вот смешивается путем наложения одного слоя на другой. Видите, что я несколько раз прохожусь то в среднем, в оранжевом, то более темным, то теперь более светленьким опять. Так, эту часть мы сделали. Беленький присобирает цвета, которые были под ним и смешивает их уже априори, просто пока я его наношу. Это один из вариантов растушевки. Дальше у меня еще есть темная часть, там, где у меня будет губа. Перед тем, как прорабатывать более темные детальки, я обнимаю ее вот таким вот плотным рыжим. А там еще мне нужно будет растушевать ножки. Так, распределяю этот цвет. И после этого уже могу делать темную часть. Аккуратно, ребром, мелочком. Так, немножечко захожу на красный цвет, который я до этого положила. И опять растушевываю. Теперь у меня темный смешивается с красным, который лежит внизу. Получается вот такой вот темно-красный ободочек. Дальше у нас с вами светлые места на шерсти. Я говорила, что мы с вами заложили некий средний серый тон. И теперь мы дополняем этот средний серый более светлыми местами. Я сейчас использую светло-серый мелочек. Он нам показывает те части, в которых шерсть лоснится и блестит. Этим сереньким мы сейчас набираем все освещенные места на нашем рисунке. Так, вот тут немного на щечке. До этого мы слегка уплотняли серый тон. Теперь мы его высветляем. И точно так же растушевываем. С растушевочкой тоже можно увлечься. И может пропадать изначально смоделированный объем. Поэтому периодически к нему нужно возвращаться и оставлять шершавые штришочки. Которые мы потом не будем растушевывать для того, чтобы у нас держалась форма. Так, намечаем ушко. Нижнюю темную часть опять еще разок проходимся по шее. Добавляем вот эту мышцу. И аккуратно убираем лишний, рыжий. Добавляем тон. Так, это мы немножечко набрали. И здесь мы уплотнели. И здесь нам еще нужно наметить вот эту часть, где у нас будет складочка кожи. И здесь у нас будет темная часть, показывающая, где у нас челюсть. Так, у нас еще есть вот эта вот рыжая бровочка замечательная. И у нас есть темный глазик. Теперь я его намечаю тоном в полную силу. Верхнее веко. И зрачок. Нижнее веко. Складочку перед ним. Вот эту вот часть. Так, тут мы аккуратненько тушуем. Но не полностью для того, чтобы остался наш намеченный рисунок. Серым я аккуратненько делаю тонкую линию над верхним веком. И показываю освещенную часть. И я показываю освещенную часть перед глазиком и на нижнем веке. Так, еще разочек прохожусь по морде, переносице. Немножечко добавляю света на носик. Обовую часть. Немножко на губу. И на заднюю освещенную часть головы и шеи. И сюда еще немножечко можно добавить. И немножечко добавить. Рыженького здесь. И светленького здесь. Это этап, на котором мы цветами потихонечку выравниваем нужные нам контуры. Да, и делаем рисунок более понятным из того, скажем, из той растушеванной разноцветной массы, которая у нас была до этого. На этом этапе каждый шаг растушевывать необязательно. за счет того, что у нас уже какой-то слой пастели лежит внизу. И последующие слои, которые мы с вами наносим, они смешиваются с низлежащими. И получается такая своеобразная растушевка. Дальше почищаем внешний контур. Аккуратненько вдоль всего рисунка сглаживаем вот эту вот бумагу фактуру пастели, которая получилась. так, выравниваем. Лобик и нам нужно немножко выровнять в мордах, в области у нас нижняя челюсть. Так. Дальше вот этот рисунок вдаление нам уже не нужно. Сейчас у нас самый вкусный этап. Мы уже будем делать детальки. Добавляем аккуратненько тона на нос. Обозначаем, где будет наша ноздичка. Обозначаем, где будет губы. Доберманы тоже люди, у них тоже губы есть. И вот эта вот часть. Так. Теперь можно немножечко сакцентировать вот эту складочку. на этом этапе уже можно наконец-то брать черный мелочек. Черный мы проходимся только там, где у нас уже есть темный коричневый. То есть мы делаем темнее уже те места, которые так темные. добавляем контрастик. Нам важно проработать хорошо глазик из-за того, что это одна из ключевых деталей на рисунке. и у нас еще есть бровка. Она нам дает эмоцию. Так. Добавляем темного на шею. Аккуратно стишечком показываем, где у нас будет заканчиваться нос. шерсть на ушках. Сейчас вот эту фактуру, которая получается от темного мела, где-то можно оставить. Не обязательно растушевывать прям все. Эта фактурка дает нам ощущение вот этой короткой шерсти. Теперь нам нужно показать светлые части внизу шеи. И запрещая внимания под каким углом мы держим наш мелочек. Потому что все штрихи, которые мы наносим, они формообразующие. аккуратненько ставим светлый блячок. Но будет гораздо эффектнее, если мы его поставим более светлым мелочком. внизу подчеркиваем темным глазик и вот здесь подчеркиваем бровку. у нас получается такой серьезный доберман. Здесь немножечко можно растушевать, заладить вот эту фактуру и аккуратно можно подтушевать в местах, там, где у нас соприкасается темная и светлая шерсть. вот так еще кое-где на голове. Четко намечаем, где будет наше ушко, четко отмечаем вот эту границу передней части шеи и дальней четко намечаем, где будет наше дальнее ушко. так и немножечко делаем более аккуратнее наш верхний кончик уха. Теперь у нас ювелирная работа. Мы аккуратно подтушевываем все, все, все края. вот нам принципиально, чтобы контур ушка был ровный. Поэтому нам здесь нужна растушевка. Либо мы растушевываем пальчиком и потом ластиком аккуратно убираем лишнюю пастель с фона, либо мы владеем бумажной замечательной растушевкой аккуратно смешиваем цвета и выравниваем контур изнутри рисунка. Так точно такую же операцию проделываю и здесь для того, чтобы мой контур был немножечко ровнее. Есть еще один нюанс. Чем больше слоев пастели мы нанесли, тем проще их равномерненько распределить. если у нас пастели не очень много, то растушевка может просто протереть ее до бумаги и придется наслаивать все заново. Так выравниваем этот край. Плясечкой все равно придется проходить с внешней части. здесь и здесь может дать свои плоды растушевка пальцем и фончик будет весь в разноцветных следах. Но это тоже замечательно убирается резинкой. Так теперь у нас осталась часть мордашки более темная. Здесь и здесь на которые нам нужно наметить девушки розы вот так вот и пожалуй здесь немножечко выравниваем вот этот контур так и светлым находим на эту часть еще немножечко можно уделить внимание той части морды на которой у нас расположен глазик немножечко добавить света на бровку вот сюда вот на щечку дальше мы немного акцентируем вот эту линию добавляем сюда чуть-чуть света так делаем его более похожим проходимся красным на стыке светлой темные шерстки здесь точно так же получается наш красавчик мы использовали три оттенка охры темно-коричневый черный и два сереньких также у нас прилагается растушевочка клячка эластик вот инструменты которые нам нужны для нашего рисуночка всем большое спасибо за внимание